Здравствуйте, дамы и господа, добро пожаловать в Бонворкс. Мы продолжаем смотреть на всевозможные модификации. Сегодня посмотрим конкретно на кастомных NPC. И представляю вашему вниманию Фури персонажа из мультсериала или аниме Beastars, которого зовут Легоси. Или Легоси. Вы наверняка соскучились по Фури, но на самом деле немного даже напоминает скорее персонажа из игры Вульф Амонкас, чем какого-то именно Фури персонажа, которого можно встретить в VR-чате, например, или, не знаю, на просторах интернета. То есть у него есть костюмчик, у него есть одежда, что самое главное, и какой-то печальный взгляд в пол. Вполне возможно, он не совсем рад здесь оказаться, но сразу видно широкий плечист. К нам он абсолютно нейтрален. Судя по всему, этот полусломанный NPC, этот нормально смотрит на нас, давайте... А, нет, вот этот тоже посмотрел. Не знаю, иногда они отворачивают взгляд, но теперь смотрят мне прямо в глаза. Так, ну что ж, давайте посмотрим, смогут ли они, эти ребята, нам что-то противопоставить. Если я, например, вооружусь, возьму клеймер, сомневаюсь, что волк сумеет меня загрызть. Тем более он выглядит так, как будто через огромное количество поколений была домашним. И теперь ведет спокойную мирную жизнь. Но не сегодня. Успел шепнуть. Но, смотрите, он довольно быстро отреагировал. Руку, кажется, я ему повредил. Теперь он пытается спрятать морду, или, не знаю, на смешке. Какие-то смешки вырываются. Но, думаю, против меча он все же не справится. Но пасть у него открывается, как мы видим. Я думал, здесь максимально простая моделька, но пасть все-таки открывается. Так, ладно, давайте возьмем что-то попроще, чтобы дать ему шанс. Например, бейсбольную битву. Ну вот, не думаю, конечно, что он какой-то сверхурон наносит. ХП, как мы выяснили, у него не так много. Это было быстро. Скорее мертв, чем жив. Да, пасть, смотрите, на него открывается. Даже есть зубы у нижней челюсти, но верхней почему-то отсутствуют. Потому что не знаю, с чем это связано. Может быть, в мультфильме, сняли аниме, абсолютно такая же ситуация. Кто знает, может быть, кто-то ему выбил эти зубы. И нога, кажется, у него сломалась в области... В области колена, да. Интересный сустав у этого персонажа. Но в целом выглядит довольно симпатично. Симпатичный стиль. Немножко слегка напоминает вульф Амонкас. Но там, конечно, более детально проработано все. И все-таки звери имеют облик людей. Но наверняка их тоже в какой-то степени фури персонажами можно назвать. Так, что ж, замечательно. Давайте посмотрим, смогут ли они противостоять против стандартных нулевых. Можно сказать, наш обыкновенный тест. Наносится сразу несколько ударов в область затылка. И противник уже повержен. Хотя нет, он все еще живой, он все еще шевелится. Зажимает своими берцами, зажимает ботинками, чтобы он не встал. И, похоже, нулевой идет мстить именно мне, потому что я заказчик, так сказать, его убийства. Поэтому нужно сначала уничтожить заказчика, ведь волк всего лишь наемник. Так, ну, как вы видите, без проблем получается сражаться. То есть ничего не застревает, ничего не раздевается. И нулевой был повержен, уничтожен. Замечательно. Но волков живых я, пожалуй, оставлять не буду. Слишком рисково. Еще один NPC, это видоизмененный Форд. Которого звать, не знаю, как Концави. Или что-то вроде того. Да. Форд-хирург как будто. Так, ну, проблемы с ногой. Видимо, он и себе захотел хирургическую операцию какую-то сделать. Так, ну что же, давайте посмотрим. Измененная моделька Форда. У него есть медицинская маска, у него даже есть бейджик, есть также перчатки и костюм привычный забрызганной кровью. При этом, как мы видим, рукава у него задраны. Давайте попробуем выяснить, что у него на бейджике. Но вроде как фотография Форда. Так, Пленк Госпиталь. Работник Госпиталь, да? Что ж такое? Я зубы на секунду его увидел. Да не дергайся ты. Но я не вижу ни имени, ни фамилии. Зарегистрированный медик. При этом, после того, как я заспомнил этого NPC, начинаются какие-то просадки FPS. Маска, смотрите, детально. И в целом, неплохая доработка. Оригинальная модель. Так, ну, видимо, бейджик просто подтверждает, что он действительно является медиком. Но сможет ли он залечить вот такую вот рану? Похоже, ему и наплевать. Так, ладно, стой здесь. Сейчас мы реализуем. Покажу я свои хирургические навыки. Сейчас мы реализуем, осуществим операцию. Для этого нам потребуется еще пару клинков, ножей. Так, он стоит смирно, при этом он не агрится на меня. Он просто ждет и продолжает. Так, тихо-тихо, меч! Почти... Почти вынул. Он какой-то сверхсилой. Так, ну, похоже, этого было достаточно. Так, похоже, на этот ран сон сагрился на меня. Как же тяжко вынимать эти ножи. Как будто все загустело. Так, вроде неплохо. Да, но что-то колется, что-то не дает ему встать нормально. К сожалению, для него. Так, ладно, давайте ему поможем. И извлечем. Этот меч теперь он зажал колени. И больше ничего не хочет. Он только лишь страдает. Так, ну, все еще готов встать, по крайней мере. Но ноги уже не работают. Ноги его не держат. Он пытается как-то удержаться. Держать равновесие. Наступает на кинжал. На нож. Который впивается ему снова в ногу. А ноги и так повреждены. Безумная боль. Но он не кричит. Потому что вполне возможно, он даже не чувствует этой боли. Все, кажется, с затылком ударился. И скончался. Так, но... Такое ощущение, что у него все-таки побольше ХП, чем у Форда. Просто надо сразу двоих заспавнить. И вот этого предыдущего удалить. Потому что он дефектный, как всегда. Затем заспавнить нулевого. И посмотреть, что из этого получится. Очередной махач. Очередная схватка. Нурвой наносит два удара. Затем контратака от Форда. Ой-ой-ой, хороший был удар. Но левая рука не работает. Вы только посмотрите, как она болтается. Как будто кости изъяли. Или сломали в нескольких местах. Но Форд, смотрите, справился. Судя по всему, скорее всего, у него столько же ХП. Как и у обычного Форда. И отличается он только внешним видом. Поведение не поменялось. Пора сделать укол. Куда побежал? Он сморщился, по-моему, на секунду. Да вы тоже видели? Это боль в его глазах. А этот не чувствует, смотрите. У него как будто гидроцефалия, или как это называется. Нифига себе, этот меня даже подкинул. Неплохо. Вот я настоящий доктор. Смотрите, на мою квалификацию. Могу даже шприцы кидать, как медик из Team Fortress. Ну вот это ловкость. Просто невероятно. Смотрите, на мою квалификацию. Что ж, господа, на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры The Manifin. Продолжение следует...